Кока-кола и Макдональдс против Йосефа Блаттера, что заставило торговых гигантов вмешаться в коррупционный скандал ФИФА. И как это отразится на судьбе президента Федерации, расскажет Светала Чернецкая из Лондона. Скандалы продолжают сотрясать ФИФА, и центром всех проблем остается президент Футбольной Федерации. Зэп Блаттер по-прежнему занимает этот высокий пост и по-прежнему пребывает под следствием. Его и раньше призывали не держаться за кресло и уйти из ФИФА, но теперь подключилась тяжелая артиллерия. Кошельки Федерации, компании Кока-кола, Макдональдс, Виза и Будвайзер решили вмешаться, и к разочарованию Блаттера они не на его стороне. Спонсоры требуют уйти немедленно и перестать позорить ФИФА, мол, так будет лучше для футбола, ведь никакие реформы в организации при действующем президенте невозможны. В общем, обиди и чувства 79-летнего Блаттера многолетние друзья не побоялись. И похоже, что ситуация очень серьезная. Правила, кто платит, тот и заказывает музыку, никто не отменял, и шансы главы Федерации остаться на своем посту ничтожно малы. Отмечу, что скандал прокомментировали не все спонсоры ФИФА, пока молчат Хюнтай, Адидас и Газпром. Ну а сам Блаттер продолжает настаивать. Он не причастен к коррупции и по-прежнему отказывается покидать кабинет. Напомню, скандал начался в конце мая, когда арестовали семерых высокопоставленных чиновников. Откаты, отмывание денег и подкуп. Уголовные производства открыты в Швейцарии и Соединенных Штатах. А неделю назад уголовное дело возбудили против самого президента. Его подозревают в должностных злоупотреблениях и коррупции. В том числе это касается организации чемпионата мира 2018 года в России. Одновременно служебное расследование проводит и комитет по этике ФИФА. И, скорее всего, его решением будет отстранение одного из самых долговечных президентов футбольной федерации. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.